Сегодня главная проблема какая в вашем селе? В нашем селе вырубают возле поселка, на расстоянии от поселка всего в 150 метрах, вырубают лес. Вырубают не просто, его вырубают сплошной валкой, то есть вырубают и подлесок, и деревья, которые растут там, то есть и черемуху, и рябину, весь кустарник вырубают. Лесом восстановлением никто не занимается, забирают они только деловую древесину. Они сдвигают в куче, мы почему подняли эту проблему, потому что они сдвигают в куче деревья, которые, как они говорят, поражены уссурийским полиграфом. Мы уже поднимали этот вопрос, что именно если лес зараженный, значит нужно что-то с этим делать. Но именно бороться как? Если сплошная вырубка, должны, значит, вывозить и зараженный лес. Зараженный лес им не нужен, они его просто складируют в куче, задвигают пихтовой лапкой и делают бурты из этих, ну то есть кучу вот такие именно, да, валы делают. Но именно вот нас, как жителей, интересует, будет ли лесовосстановление, потому что если, как говорят, сплошная валка, они хотят вырубить лес не только за деревней, но и вокруг деревни. Можете обратить внимание, поснимать, что действительно лес уже практически у нас выпиленный вокруг деревни. Мы не хотим остаться просто посреди пустыни или посреди степи. Ну, понимаете, ну, я согласна говорю, если спелость этого леса подошла, действительно надо его убирать, но надо и восстанавливать. Но вывозят-то они только хороший лес, зараженный лес-то они его складируют. Мы хотим, чтобы запретили вот эту вот не санитарную вырубку, а сплошную вырубку, чтобы посмотрели, проверили законность этих вырубок. Мы, хотя я со своей стороны посмотрела в лесничестве, что действительно, да, по актам лес заражен суридским полиграфом. И борьба с ним – это сплошная вырубка. Ну, мы согласны, эта вырубка велась на дальних делянах. Ну, когда подошли конкретно в деревню, а деревня, ну, сами понимаете, у нас здесь водоохранная, спустили уже в водоохранную зону. Сплошно подошли уже к самим домам, в двухстах метрах буквально от жилых домов происходит вырубка. Ну, и представляете, мы здесь раньше планировали сделать туристическую зону. Мы хотели привлечь туристов, хотели сделать турбазу, склон, чтобы был горнолыжный. Ну, и представляете, какие туристы к нам поедут, когда у нас здесь дороги разбиваются, леса не будет, постоянно грязь, постоянно пыль. Сделали асфальтированную дорогу специально для того, чтобы привлекать туристов. Асфальтированная дорога уже приходит, ну, непотребный вид, нехороший уже вид у ней. Здесь, ну, не знаю, я даже вот просто уничтожается вода. У нас здесь много родников, прекрасные источники. Соболь вводится в лесу, это все уходит дальше в лес. Но мы скоро лишимся просто вот этих ресурсов, которые у нас, ну, мы богаты, вот наш район, которые привлекают людей со стороны, потому что приезжал Джон Уоррен на нашу землю. Ему понравилось, что здесь такой простор у нас, что, ну, действительно, исторически у нас есть места, которые были демидорские, места шахты, куда мы водим. Есть что показать-то, но надо для этого сделать наш уголок привлеченным, да, привлекательным. Ну, вот, когда пошла вот эта вот сплошная вырубка, уже просто у людей накипело вот это все. Ну, а индивидуальные предприниматели по дороге все время возникал вопрос, не хотят, они сказали, у вас вы местная власть, мы платим налоги, это ваши, как бы ваши полномочия, сельские дороги, объездные дороги, был колхоз Красной Гвардии когда-то, но он обанкротился. Колхоз когда был, все объездные дороги, естественно, сеялись в поля, дороги были в надлежащем порядке. Сейчас их некому делать. Мы не можем на себя, бюджет у нас очень такой скудный, мы не можем сделать объездную дорогу, она нам и не нужна, она нужна-то предпринимателям, тем, кто водит лес, они сейчас вырубят лес, если мы бухаем эти миллионы, там нужны просто миллионы. Они потом вырубили, уехали, объездная дорога не нужна будет. Такого характера, что нельзя ездить по деревне, да, это, во-первых, нечастная собственность, есть дороги. Мы готовы ездить в объезд. Покажите, куда ехать. А вы готовы? Подождите, стоп, стоп, подождите, я скажу. Вы покажите, куда ехать. Мы платим налоги, мы платим транспортный налог. На сегодня, на сегодня была комиссия во главе Ставкайла, МЧС. Мы искали объезд здесь, чтобы объехать населенный пункт. Они никто не подходят. Нет денег сделать объезд. Потому что там аварийные, мосты аварийные. Кто за это отвечать будет, если погибнет человек? А то, что вы говорите, готовы мы вам помочь или нет дороги отстать, да, мы готовы. Но к нам, к нам никто с этим не обращался. Понимаете, я вчера разговаривал с Савиным, он тоже лес готовит. Мы разговаривали с ним. Кто против помочь вам? Никто не против. Но на сегодня, на сегодня ситуация сложилась таким образом, что вы просто подняли, типа, бомб. Уничтожение леса, в общем, идет. Уничтожение леса. Скоро, вот как, они говорят, как санитарное, но вот это, как мы видим, вот эти валы, вот это все они оставляют, поджигают, ничего не контролируется. Открытый огонь. Они, как говорят, им разрешило МЧС, все. Ну, ничего не контролируется, что я могу сказать, скоро, еще года два-три, здесь вообще ничего не останется. Вот, они возле речек не имеют права выпиливать, они как выпиливали, они все эти родники, все уже позагадили. Все, грибов тут уже нету, малинники все поуничтожили. В лес сходить невозможно. Все делают деньги, деньги. Деньги уплатил, все. Вот сейчас сказали, мы за это уплатили, мы этим будем заниматься, все. Сажать вот это, вот, как прокуратура у нас написала, вот я буквально читал два дня назад. Прокуратура пишет, что вот, кто вырубает лес, обязуется в течение года, обязуется посадить новые деревья. Все, русским языком там написано, нет, это же ничего не делается. Все, вот они нашли минимальный выход, поджечь, сжечь все, чтобы вообще было голо. Так как вдали уже лесу не осталось, дороги все убили, все, там просто пешком невозможно пройти, не говоря уже проехать. Все, они подошли ближе к деревне, это получается, за год вот это все случилось, за один год. Вот, сейчас второй год идет, вот это вот и все вырубали. И плюс у них еще 100 гектар от Мерина, вырубаться дальше. Из-за вот этого мы подняли бусы. Потому что если бы еще 100 гектар выкили, то вообще ничего не будет. Для меня это родина, а родина это алтай.